Ансамбль зданий торгового городка и его территория давно волнуют жителей города. Теперь они могут рассчитывать на то, что эти объекты будут восстановлены. На реализацию проекта были выделены бюджетные средства. Кроме того, была проведена историко-культурная экспертиза. По ее результатам торговый городок получил статус достопримечательного места. Ансамбль зданий и территория городка теперь включена в список выявленных объектов культурного наследия Рязанской области. Во-вторых, были выделены бюджетные средства и проведена культурно-историческая экспертиза. По ее результатам торговый городок, как многие знают, получил статус достопримечательного места и был включен в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Проект по обеспечению сохранности торгового городка при проведении благоустройства сейчас проходит государственную историко-культурную экспертизу. Также сейчас прорабатываются варианты восстановления торгового городка. Все они будут вынесены на общественное обсуждение. Николай Любимов отметил, что прежде чем приступать к воплощению проекта в жизнь, к торговому городку необходимо подвести коммуникации. Фактически отсутствие водоснабжения, канализации, модернизации электроснабжения и так далее. Это нам надо сделать в следующем году уже. Это большие достаточно деньги, только по скромным подсчетам, предпроектам каким-то нашим. Это порядка 100 миллионов рублей. Это только инфраструктура. Но без нее мы не начнем. Николай Любимов отметил, что готовые проекты необходимо представить широкой общественности в ближайший месяц. Также он отметил, что торговому городку будет возвращен его исторический облик и предназначение. Но уже в новом формате. Губернатор подчеркнул, что принято принципиальное решение вернуть рязанцам их гордость.